И снова парковщики. В Алматы до сих пор не прекращают свою деятельность люди в зеленых жилетах. На этот раз полицейские решили проверить, как соблюдаются правила стоянки по улице Северное Кольцо. Оказалось, что вблизи рынков и комплексов бойко идет не только торговля, но и процветает парковочный бизнес. Ажар Оразбай с подробностями. Улица Северное Кольцо давно известна бурной торговой жизнью. Здесь расположено 15 рынков. Совсем недавно внешний облик этого места претерпел кардинальные изменения. Вместо стихийных точек появились современные торговые ряды. Но вот парковка, как оказалось, работает по старой системе барахолок. Только три рынка Северного Кольца, Байса, Талатауадин и Адем, оснащены шлагбаумом и паркоматами. В остальных местах орудуются те же зеленые жилеты. С каждой машины требуют по 200 тенге и выписывают самодельный чек. При этом документов, подтверждающих законность этих действий, не имеют. Это выяснилось в ходе очередного рейда полиции. Штраф в 10 тысяч тенге предусмотрен за назойливое приставание на улице. А вот если парковщик попадется во второй раз, стражи порядка имеют право задержать его на 15 суток. Не стоит забывать и о так называемых кураторах зеленых жилетов, которые и дают все указания. Они должны также понести ответственность. Кто стоит за всем этим, выяснить так и не удалось. Парковщики хранят эту тайну как партизаны. Правда, на их форме указана фирма «The Little Beetle». Не знаю я, что за компания. В день мы зарабатываем 20 тысяч тенге. Приходит человек, мы ему их отдаем. Он нам 3 тысячи тенге в день дает как оклад. Выяснением дальнейших подробностей о фирме теперь займутся правоохранительные органы. А вот вопрос с парковкой надеются решить до весны. Все торговые точки обещают оснастить современной системой. После чего и зелеными жилетами вопрос решится. На сегодняшний день проводится инвертизация всех автопарковок, которые работают несанкционированно, незаконно. до марта месяца мы думаем закончить все инвертизации, чтобы инвертизацию закончить, выявить, где есть несанкционированные автостоянки. В дальнейшем будет прописываться большой документ для дальнейшей работы.